Девушки отдыхают Здравствуйте, меня зовут Носова Виктория Анатольевна. Я пришла сюда с целью развестись со своим мужем, Носовым Русланом Мартыновичем, и поделить нашу квартиру. Двухкомнатную стоимостью 6 миллионов рублей. Нашу квартиру? Нашу квартиру. Понятно. То есть вы хотите прекратить брак с ответчиком и разделить имущество? Да. Правильно? А имущество это всего лишь одна квартира? Да, квартира. Больше я к нему никаких претензий не имею. Понятно. Ну что ж, обоснуйте свои требования. Я начну с самого начала. Мы познакомились с ним в 2000 году. Он лимитчик. Лимитчик это что такое? Он приехал в Москву на заработки из другого города, из Тамбова. Да лимитчик это понятие 70-х. Теперь уже нет понятия такого на заработки. Иммигрант. И никакой не иммигрант. Иммигрант это в другую страну. У него не было московской прописки. Соответственно, не было квартиры. С самого начала мы стали жить в нашей квартире. В 2002... Ой, в моей квартире, прошу прощения. В 2002 году брак был зарегистрирован. Тогда он вам нравился? Тогда он мне очень нравился. Шахматы любит. На нашу свадьбу пришло куча народу. Нам подарили большое количество денег. На них мы купили новую иномарку. Которую вот этот человек в первую же неделю нашего медового месяца разбивает. Потому что сел нетрезвым за руль. Вика, я не был пьяный. Послушайте, ну это было давно уже. Давно было. Просто если я не начну сначала, ничего не будет понятным. После этого он работал водителем. Так как, ну кем ему еще устроиться? Его лишают водительских прав. Он решает открыть свой бизнес. Я прошу отца продать гараж стоимостью 7 тысяч долларов. Потому что машины все равно нет, уже разбили. Он, значит, дает эти деньги. И вот этот человек пытается открыть свой бизнес. Он начинает работать челноком. Ездит в Польшу, покупает товар. И, соответственно, тут продает, реализует в Москве. Первая поездка прошла удачно. Вторую поездку он приехал в Варшаву. Мне позвонил, что доехал. И все, куда-то делся. Я думаю, что такое вообще, ну, что происходит. Объявили в розыск. Денег, чтобы поехать в Польшу, собственноручно у меня его искать не было. Человек не нашелся. То есть через некоторое время его объявляют умершим. Соответственно, брак анонировал. То есть вы подали заявление в суд. Он был объявлен умершим. Да. Не вернувшимся из Польши. Да, не вернувшимся из Польши. Понятно. Потерялся там. Ну, кто его знает. Бандиты разные. В принципе, сложная ситуация. Но там что, он ездил? Вы никого не знали? Незнакомых? Нет, нет. С кем он ездил? Я никого не знала. Понятно. И что, невесточки, ничего? Нет, ничего не известно. Ну, и когда же объявился? Значит, я выхожу замуж, потому что, ну, как возраст, уже нужно устраивать свою жизнь. Вышел замуж в 2007 году, но муж оказался негодяем. Я уже думаю, что делать... Вот с этим, Ваша честь, я согласен. Второй раз, думаю, не повезло. Невезучая такая. Через пять лет этот человек объявляется. Клянется мне в любви, говорит, что он проиграл все деньги в карты. Пока был в Польше. Ваша честь. Врет. Врет. Честное слово. Он же играет в карты. Мы вам дадим слово. Он же время играет в карты. Дадим вам слово. Это мой любимый занятий. А сейчас послушаем ее версию событий. Продолжайте. Значит, проиграл все деньги в карты. Говорит, что меня безумно любит. Хочет опять со мной восстановить отношения. Извиняется. И, ну, чувствует себя виноватым. Я решила его простить, потому что, в принципе, у меня к нему какие-то чувства сохранились. Я его прощаю. Мы восстанавливаем его в правах. Как понять? Восстанавливаем в правах. Но он явился. Он явился. И отменили вот эту запись о том, что он умерший. Да, да. На основании решения суда. На основании решения суда. Решение суда у вас есть. Решение суда, конечно, есть. Понятно. Так, дальше. То есть брак мой второй признали недействительным. Мы опять начинаем жить вместе. Руслан хочет мне сделать что-то приятное. Он долго копил деньги на квартиру. Он подходит, он находит такой неплохой вариант квартиры. Сталинки в центре. При том, что мы живем в Химках. Это достаточно хороший вариант. Но у него не хватает некоторое количество денег. Я снимаю деньги со своего банковского счета. Вот документ. 700 тысяч, которые я копила на машину в течение нескольких лет. Соответственно, ему отдаю. Он покупает квартиру, но оформляет ее на себя. Ваша честь. Я этих денег в глаза не видел. Честное слово. Я давала ему денег. Не давала. К сожалению, не взяла с него расписку. Потому что мы женаты. Итак, купил он квартиру. Дальше что? Купил квартиру. У него были какие-то дела. Он сказал, давай собирай свои вещи. Вот тебе ключи. Начинай ремонт, переезжай в квартиру. Я нашу квартиру уже в Химках сдаю определенным людям. Собираю чемоданы, проезжаю туда на квартиру. Замки не подходят, никого нет. Я как дура с чемоданами стою у подъезда. Ваша честь. Единственные ключи, которые подходят к тем замкам, вот они. Никаких других ключей я ей не давал. Вечером вот этот... Так, что происходило дальше? Вечером он появляется, говорит, что он меня не любит. Наша встреча была ошибкой. И не хочет со мной иметь никаких отношений. А у меня уже в той квартире жильцы. Мне пришлось ехать к маме. Поэтому я требую развода и раздела квартиры. Виктория Анатольевна, а вы уверены, что вы находитесь сейчас в браке с ответчиком? Да. Почему? Откуда у вас такая уверенность? Ну, так как предыдущий брак мы аннулировали, соответственно, я нахожусь в предыдущем браке. Понятно. Понятно. Ну что ж, ваша позиция, ответчик. Истец не имеет к этой квартире никакого отношения, и я берусь это доказать. Да, но знаете, прежде чем начнете доказывать последнее, вы мне расскажите, а где пропадали-то в течение столь длительного срока? Что даже вас объявили умершим? Так... Что произошло-то? Польша – это не столь дальняя страна, оттуда весточку можно было жене прислать. Так, ваша честь, все началось с этой злополучной аварии. После того, как разбилась машина, а я не был пьян, на самом деле, я просто глотал волокордин из-за того, что Анатолий Карпов проиграл роботу. Ваша честь, у меня есть протокол, где написано из ГАИ, что он был пьян. В ГАИ много чего могут написать. Да, да, конечно. Так вот, ваша честь. То есть это было такое событие горестное для вас, что шахматист проиграл роботу? Да, я всегда болею за Карпову. А его ничего не волнует, кроме шахмата? Понятно. Ну, Карпов давно уже не играет в шахматы. Он уже функционер шахматы. Ну ладно, продолжайте. Продолжаю. Вообще, моя супруга – это редкостная актриса. Ким Бессенджер и Ирина Алферова в одном злополе. Да не нужно сравнивать, по существу говорите. Понимаете, все, что она сейчас говорила – это ложь, приправленная правдой. После этой аварии зарабатывать было нечем. Она сначала хотела, чтобы я пошел в бандиты. Благо, что ее братец имел некоторые… Связи в криминальных структурах. Именно так. Понятно. Ну, полюбуйтесь на меня, какой из меня бандит. Я страшнее ферзя, ничего в руках не держал. И поэтому… А он еще… А братцы ее как раз арестовали. Бог меня спас. Вот. Я понял, что эта кривая дорожка не для меня совершенно. И решил заняться коммерческой деятельностью. На мои деньги. На деньги моего отца. Не на твои деньги. На мои деньги. Гараж продали для того, чтобы моего окаянного Шурина выкупить у следователей. Да ничего подобного. Так вот. Первый раз поехал в Польшу. Привез товар. Начал за здравие, кончил за упокой. Приезжаю домой, жена с каким-то неведомым джентльменом. Начала мне рассказывать, что это ее учитель танцев. Я могу в свободное время заниматься, чем хочу. А с джентльменом-то, да? Как бы это сказать? Этот учитель танцев не был похож на учителя танцев. Скорее на борца сумов. Что ты понимаешь в учителе танцев? В общем, я... Своими шахматами. В общем, я оставил... Ваша жена любит спортсменов. Жена, конечно, любит спортсменов. Они шахматистов. В общем, я ее оставил. Уехал в Польшу. Там, не доезжая до польской столицы, меня ударили по голове и выкинули из поезда. А меня там нашла на железнодорожном полотне довольно миловидная польская женщина. Вот. И мы некоторым образом прониклись друг к другу и прожили... Он еще и бабник. По матросе каждую и бросит. И так... И прожили где-то шесть лет. Об этой разватнице вспоминать не хотел. То есть вы сознательно не извещали свою жену о том, что вы же находитесь в другом государстве. О том, что вы живете с женщиной. Ну, нехорошо. Ваша честь, я пять лет его ждала и искала. Плохо искала. Так вот, однажды встретил в Кракове одного приятеля. Он мне сказал, что меня признали умершим. Даже справили поминки. А моя жена живет уже с каким-то другим мужчиной. Судя по описанию, это тот самый... Танцор. Учитель танцев, да. Ну, я, честно говоря, с Едвига у нас уже немного разладилось. Я решил вернуться домой. Я по поиске бабы не веду. Войти опять в ту же реку. Так. Вот. Вернулся домой. Жена вроде отнеслась ко мне достаточно дружественно. Я выдал ей доверенность на представление моих интересов, чтобы удостоверить мою личность. Вот. Мне восстановили все документы, восстановили мои права. Я опять поехал в Польшу, чтобы забрать отложенные там 200 тысяч долларов. О, за это время вы сумели заработать 200 тысяч? Честнейшим образом, Ваша честь. Но я же не говорю о том, что нечестно. Заработали 200 тысяч долларов. Заработал. Приличные деньги. И обменял их в банке. Справка из банка есть. На что обменяли? На рубли. А, то есть вы ввезли из Польши 200 тысяч долларов, и здесь обменяли их на рубли. Именно так, Ваша честь. И на эти деньги купил квартиру. То, что жена говорит, что она давала мне 700 тысяч рублей. Так все-таки жена? Виктория. Конечно, жена. Так, Виктория. Дала мне 700 тысяч рублей. Это неправда. Никаких денег она мне не давала. Она сняла их с книжки. Это ее дело. Мне об этом ничего не известно. А куда же я их могла деть? У меня все документы есть. Зачем бы я сняла с такого количества денег? Так, расписка в получении ответчиком 750 тысяч есть? Нет, расписку я не брала. Расписки нет. Продолжайте. Так вот, я купил квартиру за 6 миллионов рублей. Все. Теперь она требует половину этой квартиры. В брак-то вы восстановили или нет? Нет, не восстанавливали. То есть на сегодняшний день истец является Вашей женой? Никак нет, Ваша честь. Ну, послушайте, для того, чтобы... Значит, я сейчас вам объясню. Для того, чтобы у вас был заново восстановлен брак, вы должны были вместе прийти в ЗАГС, подать заявление. И после этого брак был бы восстановлен. После того, когда отменили объявление его умершим. А вы такого заявления не сделали, поэтому вы на сегодняшний день в браке-то не находитесь. Так, а я считала, что второй брак мы признали недействительный и автоматически получается... Ну, мало ли, что вы считали. Надо было закон изучить. Есть семейный кодекс, есть гражданский кодекс, есть гражданский процессуальный кодекс. Нужно было прийти, проконсультироваться. Тогда бы вы знали бы все. Итак, вы сейчас настаиваете на том, чтобы разделить совместно нажитое имущество, а именно вот эту двухкомнатную квартиру за 6 миллионов рублей. Теперь брак у вас не восстановлен, поэтому ваше требование о разводе, ваше требование о прекращении брака, оно не основывается на законе. Вы не стоите в нем. Вы это понимаете, да, теперь? Ну, сейчас понимаю. Пусть тогда он вернется. А если вы не состоите в браке, то какое же это совместно нажитое имущество? Дополнительные требования есть какие-либо? Я хотела бы тогда получить свои деньги. Не имеется. Удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Я объяснил вам, истец, при рассмотрении вашего дела о том, что вы в браке не находитесь в соответствии с законом. В связи с этим совместного нажитого имущества с ответчиком у вас не имеется, поэтому правовых оснований для удовлетворения ваших требований, о взыскании с него денежной суммы, либо разделе квартиры в равных долях у вас тоже нет. Решение суда вам понятно? Я отказываю в удовлетворении ваших требований, как не основанных на законе. Слушание дела окончено. Решение суда. В иске отказать. Решение суда.